Зима и морозы должны были бы охладить пыл Ленинск-Кузнецких вандалов, но нет. Под покровом ночи они вновь вышли на промысел. На этот раз их набегу подвергся, еще не до конца смонтированный игровой комплекс на площади торжеств имени Мазикина. Работы еще продолжаются, объект не сдан в эксплуатацию, а подрядчики уже вынуждены ремонтировать сломанное оборудование и устранять прочие проблемы. Оторвали железную лестницу от паровоза и пытались ее унести. Так как сил было мало у наших граждан, они ее бросили. И украли инвентарь рабочих. Такое впечатление, что некоторым жителям нашего города большее удовольствие доставляет не созерцание, а разрушение. Хотелось обратиться к гражданам нашего города, что все-таки мы все работаем на общее дело и хотим, чтобы наш город преображался и становился все краше. Поэтому мы установили такую площадку с большим комплексом, паровозом, что если будут замечены жителями нашего города какие-то вандальные действия на любой детской площадке, чтобы сообщали в полицию. И, конечно, хотелось бы, чтобы все относились бережно к тому, что делается у нас в городе. Уже в течение двух недель подрядчики монтируют комплекс, главным элементом которого является паровоз и три вагона, внутри которых различные лесенки, переходы, лазалки для детей всех возрастов. По периметру площадки еще порядка десяти различных игровых элементов. Несмотря на морозную погоду, основной объем уже выполнен. Осталось прикрутить некоторые детали и укрепить все специальным бетоном. Материалы морозоустойчивые, бетон с добавками химическими, то есть ничего страшного. Все замкерено, все приварено, то есть сейчас бетоном зальем и будет долго стоять. Все материалы соответствуют ГОСТам, также в планах безопасное резиновое покрытие, стелить которое будут уже весной. А вот доживет ли сам игровой комплекс до теплых дней, в первую очередь зависит от нас с вами. Ведь Ленинск-Кузнецкий – это прежде всего наш город. И только мы, его жители, делаем его образ привлекательнее и уютнее. Или наоборот. Галина Елена, Василий Обухов, Ленинск ТВ.